Добрый день, уважаемые гости презентации, я вас рад приветствовать на данной аудитории. Большое спасибо, Юли, за хорошее объяснение, за целостное объяснение нашего ассортимента цикламена, который позволит вам ориентироваться легко в сортах, в большом объеме сортов, и, безусловно, классифицирует эту информацию. Я бы хотел обратить внимание и поделиться с вами некоторыми небольшими секретами выращивания цикламена. В первую очередь, вспомним немножко ботаники. Напомню, что цикламена относится к так называемой группе растений эфемероидов, то есть это растения, которые ведут свой вегетативный цикл в течение определенного куска сезона, в течение определенного времени, все остальное время года из-за неблагоприятных условий они переходят в покоющуюся стадию, где сохраняются вегетативные органы и почки возобновлений. Таким образом, цикламен растет только в определенных условиях. Как правило, это зимние условия. Цикламен персидский в том числе происходит из тех регионов, где прохладная зимняя температура с обилием влаги, которая позволяет им сформировать тормальный листовой аппарат и произвести цветение семена. Таким образом, цикламен имеет особенности, которые налагают на него все те условия, которые он испытывал долгое время эволюции в течение своего времени развития в своих регионах. Это в первую очередь прохлада. То есть цикламен – это культура, которая любит прохладные условия. Второе – хорошее питание. Цикламен, как правило, растет на хорошо минерализованных почвах, где избыток минералов, в частности азот, кальций, калий, фосфор. И своевременные увлажнения, то есть цикламен в естественных условиях во время своего роста получает всегда обильное количество влаги. То есть осадки в этот момент идут хорошо, несмотря на то, что 90% видов цикламена – это виды, которые обитают в варидных условиях, то есть в условиях с недостатком влаги. Но тем не менее еще обращу внимание, что во время того, когда цикламен вегетирует, он находится в условиях постоянного наличия умеренного количества влаги. И это дает нам сформировать три правила, три волшебных правила, которые позволят вам развязать множество ошибок. Это, в первую очередь, прохлада в культуре цикламена, не превышение температуры выше 18 градусов. Второе – это хорошее питание, цикламен любит поесть и аккуратно полить. Цикламен имеет очень длительный период вегетации, фактически это 9 месяцев, то есть цикламен получается так же, как растет ребенок. И весь цикл развития цикламена делится на две стадии. Первая – это стадия рассады, а вторая – это стадия выращивания, собственно, растений в горшках цветущих. Стадия рассады может занимать, в зависимости от размера кассета, 12-15 недель, а стадия роста в горшке может достигать 20 недель для крупных сортов. То есть это как раз для сорта магния, рангер и других аналогичных. Хлоренбок точно так же растет практически 20 недель. Начнем с производства рассады. Хочу немножко остановиться, сделать небольшую ремарку. Рассада, как я уже сказал, выращивается на протяжении 12-15 недель, и процесс этот очень длительный. Нужно помнить, что во время роста растения, молодых растений, мы закладываем все то, что будет потом реализовано у растений во время легитации в горшках. И поэтому очень важно не нарушать условия выращивания. Если вы недостаточно сильны, недостаточно подкованы в агрономии, то я бы, и не имея достаточно опыта, я бы не рекомендовал самостоятельно выращивать из семян, а закупать растения у проверенных поставщиков. Но если вы имеете большой опыт выращивания рассады, хорошо ориентируетесь в агрономии, имели опыт выращивания цикламена, то вы вполне можете себе вырастить рассаду и в том числе вырастить ее на продажу. Давайте начнем рассматривать, каким образом происходит развитие рассады и какие моменты, на которые нужно обратить внимание, в этом случае присутствуют. Все производство рассады делится фактически на 4 стадии. Первая – это стадия темного прорастания. Вторая стадия – это стадия прорастания на свету с 3 до 6 недели. Четвертая стадия – это стадия развития одного-трех листьев, это с 7 до 9 недели. И стадия готовности с 10 до 12 или 15 недели, тогда, когда рассада может какое-то время стоять и разбить дополнительные 2-3 листа, которые необходимы для более уверенного роста уже в дальнейшем в горшках. Начнем с первой стадии – стадии темного прорастания. Особенность цикламена в том, что его семена не могут прорастать на свету, поэтому обязательное условие – это расстановка кассет именно в специальных помещениях, где нет доступа света, где нет возможности, чтобы растения стояли какое-то даже небольшое время, то есть час-полчаса попадали на свет. В этом случае происходит торможение развития сеянца, и цикламен не прорастает. Какие же условия должны поддерживаться в это время? Ну, первое, я уже сказал, это темнота. Температура должна быть сравнительно теплой для цикламена. На данной стадии 17-18 градусов для цикламена – это, в общем-то, тепло. Влажный субстрат должен быть полностью увлажнен. Обратите внимание на фотографию, которую я разместил на этом слайде. Вы видите, в данном случае торт имеет даже немножко более светлый окрас, чем он должен быть. Это стадия завершения темновой стадии, то есть вы видите, растения уже сформировали клубенек, уже вылез первый лист, не везде эта чешуя спрошена. Так вот, грунт в таком состоянии как раз говорит о том, что его уже пора полить. То есть насыщенная влажность субстрата должна поддерживаться постоянно. Влажность воздуха близкая к 100%. PH достаточно щелочная для всех растений, то есть это 5,8-6,2, потому что, как вы знаете, большинство растений любят около 5,5 PH. ЕСи должна быть 0,8. В данном случае можно использовать торф незаправленный и с первым поливом дать подкормку. То есть проходит и достаточно произвести и такую манипуляцию. Обязательно покрытие вермикулитом. В данном случае на картинке вы видите нетипичный пример, когда цикламен выращивается без вермикулита. Это для небольших кассет, которые потом будут использовать для перебалки. Но, как правило, лучше вермикулит применять для того, чтобы избежать проблем со сбрасыванием чешуи и проблем с выселением водорослей на поверхности ячеек. И признаком завершения стадии является появление клубинка. То есть клубинек, как только появляется и начинает развиваться первый лист, необходимо эти растения уже выставлять на свет, на территорию теплицы, где они продолжат свою вегетацию. Следующее. Как только появился первый листочек, с этого момента начинается стадия прорастания на свету. Освещенность достаточно естественной длины дня на уровне примерно 5-7 каллюкс. Какие же параметры в данном случае? Температура также должна оставаться достаточно теплой. Затемнение в случае необходимости, если освещенность превышает 10 000 люкс, влажность субстрата от полностью насыщенного до средненасыщенного. Как раз на фотографии вы видите, вермикулит имеет темный свет. Почему? Потому что он лежит на поверхности ячей, которые имеют полностью насыщенный субстрат. Влажность воздуха при этом также должна быть близка к 100%. Обратите внимание на этот фактор. Если вы выращиваете рассаду, и у вас влажность понижается в тот момент, когда вы цикламент выставили из камеры проращивания темный на свет, влажность должна быть также высокой. Почему? Потому что она помогает размокать той чешуе, которая находится, покрывает и остается на молодом листе, и помогает ему сбросить эту чешую. То есть если воздух сухой, чешуя сморщивается, она начинает сжимать лист, и лист нормально не развивается. В этом случае вы получаете недоразвитые растения. Это очень важно. PH также держится на уровне 5,8-6,2. ЕСИ водной выдержки практически должно оставаться на уровне 0,8. И с этого момента, как только у нас позеленели листики, мы начинаем кормить. Как я уже сказал, цикламент любит покушать, он любит минеральное питание. Он всегда рос в условиях грунтов, где избыток минерального питания всегда присутствовал. Кальций, калий, фосфор. Поэтому необходимо поддерживать поливы. Первые поливы должны идти уже с ЕСИ 1-1,25 мс на сантиметр. В данном случае помогает укрытие нетканым материалом для того, чтобы легче сбрасывалась чешуя и растения более ровно развивались. Нетканный материал помогает поддерживать влажность над растениями и не применять дополнительного полива. Признак завершения стадии – это сброшенные чешуя, вытянутый черешок первого листа и развернутый, позеленевший первый лист. И после того, как первый лист развернулся, цикламен переходит фактически уже к третьей стадии. Это стадии развития первых трех листей. На фотографии с левой стороны вы как раз видите растения цикламена, на которых очень хорошо видно три ушка. Каждое растение имеет выраженные три ушка, которые по отношению к другу расставлены как по треугольнику. Вершинки их в треугольнике находятся. Не все растения, конечно же, хорошо одновременно развиваются, но, тем не менее, это внешний вид, характерный для этой стадии. Что же за параметры должны быть поддерживаемы во время этой стадии? Первое – освещенность должна быть немножко увеличена. В отличие от предыдущей стадии, можно применять уже досвечивание и поддерживать, если нет естественного освещения необходимого на уровне 10 кЛ. Затенение только при необходимости, то есть только если солнце очень сильно начинает нагревать теплицу, очень сильно светить. Обратите внимание, что это, как правило, зимний период, то есть выращивание рассада цикламена основных сортов проходит именно в зимний, ранний и весенний период. В данном случае редко бывает сильного солнца, но, тем не менее, затенение необходимо, если вдруг мы имеем ясную погоду с сильным солнцем, особенно февраль, март месяц. Температура должна немножко быть пониже. В среднем это где-то 15-16 до 18 градусов, то есть можно повышать до 18, но стараться держать на градус пониже, чем предыдущие стадии. Влажность субстрата немножко понижается, умеренно влажный до пересыхания, то есть допускается пересыхание верхнего слоя. Как узнать, что верхний слой пересох? Он приобретает специфический светло-коричневый оттенок. Поддержание невысокой влажности позволяет сдержать вытягивание челюшков и избыточный рост сеянцев, потому что сеянцы не должны сильно перерастать, для того чтобы потом растения в горшке не перетягивались, были компактные. Именно поэтому необходимо поддерживать влажность немножко ниже, то есть уменьшить свободную доступную воду в субстрате, чтобы растения ее не впитывали активно, потому что, как вы знаете, растение в основном растет, то есть увеличивается в размерах за счет увеличения объема, за счет натягивания воды. Влажность воздуха при этом также снижается до 50-70%. PH держится на том же уровне 5,8-6,2. ЕСИ водной вытяжки оставляется также на уровне 0,8, можно поднимать до единицы. А вот ЕСИ поливной воды еще увеличивается. Почему? Потому что цикламен активно наращивает ткани в этот момент. И ЕСИ должно быть увеличено до 1,8. Напомню, что увеличение ЕСИ с каждым поливом должно быть не более, чем на 0,3 мс на сантиметр. В этот момент применения метканого материала нет, в этом нет необходимости. Его необходимо снять по завершении второй стадии. Признак завершения стадии одного труб листьев – это формирование хорошо развитых трех листьев. То есть должны быть растения, как в среднем, они выглядят на картинке, то есть с тремя ушками, расположенные по треугольнику. В завершении этой стадии необходимо произвести перевалку в более крупную кассету. Вот на картинке на самом деле эта кассета 72-я, и в некоторых случаях, где не развиты растения, вы можете видеть, если хорошо присмотреться, это уже переваленные растения в 72-ю кассету, то есть в 264-й. То есть как раз именно во время этой стадии производится перевалка. И стадия готовности рассады. Вот вы можете видеть тоже на фотографии, очень хорошо видно более крупные, развитые рассады. Она компактная. Вот именно так должна выглядеть хорошая рассада цикламена. Компактные растения с четырьмя-пятью листьями. Хорошо видно, что чаишки короткие. Вот я специально немножко раскрыл листья, чтобы было видно центр растения. Клубенек находится на поверхности почвы. И какие же условия на стадии готовности рассады должны поддерживать? Это освещенность. То есть естественная длина дня на уровне 10-15 кг. Досвечивание происходит по необходимости. Включайте свет только в том случае, если у вас освещение падает ниже примерно 300 Вт на метр. Затенение при необходимости проводится только в том случае, если у вас очень яркое солнце, то есть это 40 тысяч люкс. Температура поддерживается уже на более низком уровне. Вот тут как раз цикламен переходит в свои естественные параметры, то есть это 12-14 градусов. С одной стороны, в некоторых случаях, если теплица, например, использует городское отопление, это сложно поддержать. Но для тех производителей, которые ценят ресурсы, которые хотят сэкономить, цикламен – это просто волшебная культура, она позволяет экономить тепло. То есть она реально растет при низких температурах 12-14 градусов. Иногда ее можно совмещать в ряде случаев даже с примулой и виолой. По этой причине культура очень технологичная и очень экономная. Влажность субстрата на последней стадии выращивания рассады должен быть умеренно влажной до просыхания также верхнего слоя. То есть воды в этот момент много давать не надо. Влажность воздуха точно такая же – 50-70%. PH 5,862 практически не меняется на протяжении всего выращивания рассады цикламена. И даже горшичная культура остается постоянно. ЕС и водные вытяжки должно быть выше. Почему? Потому что в этот момент растения должны иметь достаточно высокую концентрацию соли для того, чтобы не вытягивать черешки. ЕС и поливной воды должно быть не ниже 1,8 мс на сантиметр. То есть практически 2 мс уже на финальной стадии производства рассады. И соотношение азота и калия на этой стадии должно поддерживаться уже 1 к 3. Это не характерно для большинства культур. Почему? Потому что еще на стадии рассады – это вегетативная стадия, когда растения не цветут. Но цикламен из-за его особенностей, из-за того, что он формирует клубни, из-за того, что это растение, происходящее из минерализованных почв, он требует высокого содержания калия. Соотношение, еще раз повторю, азота к калию – 1 к 2. И признак завершения стадии – это примерно 4-6 сформированных листьев, не считая первого листа. Вот такую рассаду можно отправлять на продажу, можно использовать для посадки в горшки. И как только растения начинают пересаживаться в горшки, с этого момента наступает уже такая большая часть развития этой культуры – производство собственного горшка. И мы плавно переходим к следующей стадии – это производство горшечной культуры цикламена. Это, собственно, горшечная культура. Вот видите, красивую картинку с производства цикламена. Это монокультура цикламена, где он расположен на столах с подтоплением, и вот такие растения формируются в результате правильной культуры цикламена. Стадии производства рассады также делятся на 4 стадии. Это посадка и укоренение, рост, расстановка, рост после расстановки и цветение, или начало цветения и массовое цветение. Вот, собственно говоря, это основные этапы, которые проходят в своем развитии цикламен уже в горшке. Посадка и укоренение. Что здесь необходимо держать во внимании, что необходимо учитывать для того, чтобы не совершить ошибок? Это очень важная стадия. Первое. Во время посадки растения не должны заглубляться ни в коем случае. Почему? Почему это важно? Потому что растение себя утягивает цикламен, имеет очень активно сокращающиеся корни. И в том случае, если вы посадите цикламен даже на уровне почвы, то растение утягивает себя в субстрат. Обратите внимание, что даже посадка на уровень не спасает в данном случае. Очень часто я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда у производителя я вижу цикламен, который заглублен. Хотя они утверждают, что они сажали цикламен, да, вот у них клубенек был на уровне почвы. Но необходимо посадку произойти так, чтобы даже пробка цикламена чуть-чуть возвышалась над уровнем почвы. Это очень важно. Какие параметры поддерживаются на этой стадии? Ну, во-первых, нужно сказать, что горшки можно ставить в плохую. Почему? Потому что рассада еще не вышла за уровень горшка, и можно в данном случае сэкономить место. Что, в принципе, все и делают. Освещенность должна поддерживать на уровне около 10 килл. Естественная длина дня. То есть, если день короткий, то он может быть короткий. Если день уже перевалил за 12 часов, то он может быть поддержан именно длинным днем. Затенение необходимо только при высокой освещенности больше 40 тысяч лукс. Температура на первой стадии, когда происходит укоренение, должна опять быть чуть-чуть повыше. То есть, корни любят хороший субстрат, теплые условия, относительно теплые условия опять. То есть, это не 25 градусов, обратите на это внимание. Температура должна быть поддержана на уровне 16-18 градусов. Влажность субстрата умеренной влажности. То есть, он должен периодически просыхать. То есть, верхняя часть субстрата, то есть, поверхность субстрата должна приобретать перед поливом светлый оттенок. И горшок не должен быть тяжелый. Влажность воздуха должна быть на уровне 50-70%. PH. Допускается небольшое завышение по отношению к PH, который поддерживается на рассаде, до 6-6,2. Если водные вытяжки субстрата должно быть на уровне 0,8-1 мсм на сантиметр, если поливной воды поддерживается на уровне также 1,8 мсм на сантиметр. Еще раз повторю, культура любит покушать. Соотношение азота калия в данном случае немножко смещается в сторону большей концентрации азота. И соотношение азота калия должно поддерживаться на уровне 1 в 2. То есть в данном случае это может быть достигнуто применением кальциевых селитров. Почему необходимы кальциевые селитры? Потому что в этот момент растение формирует большую массу вегетативных частей, то есть листьев в первую очередь, для того, чтобы они были крепкие, для того, чтобы ткани были прочные и не повреждались грибными, в том числе заболеваниями и негативными факторами, их оболочки должны быть прочные. И как раз кальций выполняет функцию связи молекул целлюлоза и гемицеллюлоза в клеточных оболочках. Именно поэтому повышенные концентрации азота желательно достигать за счет добавления кальциевой селитры. Признаком завершения стадии является появление корней на периферии корневого кома. На периферии кома, когда вы проверяете, то есть вы вытаскиваете растение из горшка и смотрите, каким образом выглядит ком. То есть если на периферии, обычно в нижней части, в нижней половине горшка появляется в первой перешке, значит стадия эта завершена. И растение может быть, так скажем, переведено, ну фактически переходит в другую стадию. Следующая стадия – это стадия роста до расстановки. И перед тем, как к ней перейти, я хотел бы остановиться вот на примере, почему нельзя заглублять цикламент. На фотографии справа в углу вы видите растение, которое находится на стадии, уже завершение стадии фактически роста до расстановки, но при этом, видите, растение не сформировало много горшков. В данном случае растение было заглублено. Не очень хорошо видно, что клубенек находится под субстратом, но в реальности это было так. Вы видите, что даже при обилии листьев корней цикламент сформировал не так много. Корней должно быть где-то раза в два, два с половиной больше. И я тут решил поместить на этом слайде вот три главных правила, которые необходимо соблюдать. Не заглубляйте цикламент. Клубень и внешняя, верхняя часть пробки должна быть выше, чем поверхность субстрата. И нужно помнить, что заглубление – это причина многих заболеваний и многих проблем, которые связаны с ростом цикламента в дальнейшем. Рост до расстановки. Фактически параметры сохраняются точно такие же, как и при посадке укоренения на стадии укоренения, за исключением того, что субстрат становится не таким влажным, то есть верхняя часть субстрата должна пересыхать, то есть субстрат должен именно приобретать светлую окраску. Для чего? Для того, чтобы растение не перетягивалось. Концом стадии должно быть, то есть той границей, когда необходимо переходить к расставлению, должно стать состояние растений, когда практически листья доехали до края горшка, то есть в крае горшка листья практически дотянулись до края горшка, но не пересекли ее. Почему это важно? Вы знаете, что рост растений регулируется гормонами, в том числе ауксином. Ауксин разлагается на свету, то есть растение регулирует свой рост в зависимости от интенсивного света. Чем меньше света, тем сильнее должно тянуться растение. Естественно, ауксин был в эволюции подобран именно таким образом, как гормон. Он хорошо разлагается на свету. То есть чем меньше ауксина, тем меньше тянется растение. Чем больше ауксинов, чем больше затенено растение, тем меньше ауксин разлагается, и тем меньше растение тянется. Вот эта закономерность используется в том числе и для формирования растения цикламена. То есть не позволяйте растению фактически затенять или касаться друг друга. Запомните одно мнемоническое правило. Растения должны разговаривать друг с другом, но не трогать. Это вам поможет в дальнейшем не опаздывать и понимать о том, что это действительно важно. Мы расставили цикламен, и дальше растение переходит в стадии подготовки к цветению, роста после расстановки. Условия сохраняются практически такие же. Обращу внимание на то, что в данной ситуации лучше освещенность немножко увеличить. Досвечивание необходимо применять только если основное освещение падает, то есть естественное освещение падает ниже 5000 люкс. Затенение также необходимо при превышении освещенности свыше 40 кило люкс. Температура поддерживается тоже на уровне 16-18 градусов. Влажность субстрата – это умеренно влажность, умеренно влажность до просыхания верхней трети пола. Еще раз обращу внимание, закономерность вторая – чем больше влаги, тем сильнее тянутся растения. Чем больше свободной воды, чем меньше солей, тем сильнее тянутся растения. Это мы используем для того, чтобы регулировать рост. Влажность субстрата сохраняется, поэтому достаточно умеренной. Влажность воздуха держится на уровне 50-70%. pH сохраняется такой же, как и на предыдущих стадиях, до 6,2, а оптимум – это 6,6,1. ЕСИ водной вытяжки должно быть не ниже единицы, то есть солей в субстрате должно быть достаточно много. ЕСИ поливной воды поднимается еще выше, до 2,3, до 2,5. Не бойтесь поднимать ЕСИ выше 2. Для цикламена это нормально. Цикламен выдерживает повышение ЕСИ до 3. Не надо этого бояться. И обращу внимание на то, что данная технология, данные параметры, они позволяют вырастить цикламен, регулировать рост цикламена без применения регуляторов, без применения ретарда. Это очень важно, и об этом я скажу в завершении нашей презентации, почему это важно и что вы получаете в том случае, если вы начинаете применять регулятор роста на цикламене. Признаком завершения стадии является появление и окрашивание бутонов. То есть если вы увидели, что уже на растении 4-5 бутонов есть и часть из них окрасилась, это значит, что растение переходит к стадии цветения. Начало цветения и, собственно, самого цветения. Это примерно 6-ая, после 6-ой и 7-ой недели. Параметры роста остаются на том же уровне. Обращу внимание, что самое важное поддерживать рост можно за счет того, что сдерживать рост можно за счет того, чтобы применять определенные ЕСИ. ЕСИ не должна быть для цикламены меньше, чем 2,3. То есть ниже 2 вообще отпускать нельзя. Исключением может быть только ситуация, если сильное превышение ЕСИ идет в субстрате. То есть если вы в субстрате наблюдаете ЕСИ выше, чем 2 мс на сантиметр, значит, необходимо полив в этом случае произвести водой, например, с концентрацией 2 или 1,8 ЕСИ, то есть дать небольшой перерыв. Это только в этом случае. Во всех других случаях цикламену нет необходимости ЕСИ снижать ниже, чем 2. В данном случае при переходе к стадии цветения необходимо полив увеличить. Почему? Потому что цветы, особенно лепестки, поскольку это орган более нежный у цикламенов, чем лист, да и у большинства растений, он быстрее испаряет, они очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому полив производится немного чаще, то есть не сильно, то есть не заливать растения нужно, а просто поддерживать на таком уровне, чтобы растения не пересыхали полностью. То есть и вообще полное пересыхание в течение всего роста для цикламена опасно. Почему опасно? Поговорим, когда мы перейдем к заболеваниям или заболеваниям вредителям и объяснение, почему они развиваются, почему они вообще появляются в цикламенах. Цветение продолжается, стадия цветения заканчивается в тот момент, когда растение раскрывает примерно 3-7 цветов. Вот вы видите на фотографии, это сорт флёрный бок, это один из наших лучших и уникальных сортов цикламена. Это, можно сказать, продукция высокого класса, то есть это вид продукции, это крупные горшки, растения имеют достаточно крупные цветы, и на такой стадии очень важно еще помнить об одном моменте. То есть, когда у вас вызываются цветы, калий должно быть не меньше, соотношение азота калий должно быть не меньше, чем 1 к 3. То есть, высокое ЕСИ и очень много калия, потому что цветы требуют для формирования клеток своих тканей очень много калия. Там много цветоплазмы, немного бакуоли, и именно поэтому необходимо большое количество калий. Эти правила, о которых я сказал, эти параметры позволяют вам вывести цикламен практически без применения ретардантов. И еще обратите внимание на то, что если вы применяете условия для выращивания цикламена, которые обеспечивают его нормальный рост, вы практически избавляете себя от появления вредителей и болезней. Почему? Потому что очень часто, например, пересушивание, к чему приводит пересушивание цикламена? Хотела бы немножко вернуться к началу моей части презентации, сказать, что цикламен, несмотря на то, что это растение аридного климата, то есть климата с высокими температурами и недостатком плаги, это все-таки растение эфемероид. То есть это растение, которое растет только в определенных условиях года и только в определенных параметрах температуры. То есть пока оно вегетирует, условия должны соблюдаться очень аккуратно и именно те, которые были заявлены для его роста. В естественных условиях цикламены растут при температуре действительно невысокой. То есть в это время в бывшей Персии, ныне и ранее, и в Средиземноморье, где как раз присутствуют дикие цикламены, температуры не повышаются выше 15 градусов. То есть 18 градусов – это даже уже высокая температура для цикламена. И воды, то есть осадков в виде снега, иногда бывает в виде дождя, достаточно и много, я бы сказал, и хватает для того, чтобы растение никогда не пересыхало. Если растение пересыхает, к чему это может приводить? Во-первых, к потере тургора, это понятно, некрасивый внешний вид, это сердечная боль для тех, кто выращивает цикламен, это, можно сказать, беспокойство для агронома. Но второе, к чему может приводить еще недостаток влаги? Это некроза на листьях и некроза на лепестках. Особенно это важно, когда растение уже цветет. Если у вас произошло резкое падение влажности, растения не хватает воды, то в первую очередь растение будет избавляться от генеративных органов. Ему нужно сохранить запас и те органы, с помощью которых он сможет произвести новые цветы. В первую очередь будут в недостатке воды находиться именно цветы, потому что цветы можно много создать, организовать, вырастить. Но если у цикламены, у растений не будет листьев, то ни о каких цветах в дальнейшем речи не будет идти. Поэтому повреждаются в первую очередь цветы. Именно поэтому на завершение культуры, во время цветения необходимо обращать внимание на наличие воды, на поливах. И переходим к болезням плавно. Какие возбудители у растений цикламены могут вызывать заболевания? Во-первых, заболевания в основном это гнили, это пятнистости и гнили. Это, конечно же, наши любимые вотритес, фузариум, резактония. Ну и питиум. Питиум опасен на разных этапах даже, когда растение только формирует корни, потому что это оомицеп, который растет на корнях, который вызывает корневые бинили. Он может присутствовать в воде, что может спасать от вредителей. В первую очередь, как я уже сказал, агротехника. У цикламены есть одна особенность. Полив очень теплой водой приводит к возникновению, к облегчению проникновения вредителей внутрь растений. Поэтому вода не должна больше, чем на 2-3 градуса превышать температуру субстрата. То есть вода не должна быть температуры, если у вас в теплице где-то 15-12 градусов, то вода не должна быть при температуре 25 градусов. Ни в коем случае нельзя так высоко подогревать воду. И это также увеличивает и бактериальные заболевания. Второе. Я уже сказал, для цикламена важно отсутствие сильных перепадов влажности. То есть влажность должна быть поддержана на примерно одном, в том же уровне, с небольшими периодами такого легкого подсыхания субстрата. Потому что высокие перепады, сильные перепады влажности приводят к тому, что у растения на клубеньке появляются трещины. И через эти трещины очень легко проникает любимый грипп цикламена в фузариум аксиспорум, которые как раз приводят очень часто, ну и резоктомик присоединяется очень часто к этим гнилям уже вторично. Это первая основная причина возникновения выпадов во время вегетации цикламена. Теперь поговорим кратко о вредителях и о том, как с ними бороться и что делать для того, чтобы их не было. Первое основное правило, что делать, чтобы их не было. Из вредителей цикламена в первую очередь можно и нужно упомянуть это трипсы, цикламеновый клещ. В меньшей степени его повреждают ли, хотя трип тоже часто встречаются, особенно если теплицы проветриваются, открытые форточки часто во время вегетации. И самые такие вроде бы не опасные, но неприятные – это грибные комарики, береговые мухи и мухи с циаридой. Чем опасны эти вредители, помимо привычных вредителей, о которых мы сказали раньше? Тем, что у них личинки, которые, по идее, должны питаться мертвыми остатками растений, которые находятся в торфе, они иногда могут нападать, особенно если растение не в тургаре. Опять-таки, повторяюсь, пересыхание для цикламена вредно. И здесь в том числе. Если растения не в тургаре, то такие вредители, вот эти личинки, этих мух, грибных комариков, очень легко нападают на мягкие ткани. Естественно, что те растения, которые не в тургаре, они также привлекательны для трипсов и клещей. То есть трипсы на такие растения летят активнее, чем на растениях, которые находятся в тургаре, потому что их легче проколоть. Это, грубо говоря, приспособление эволюционное, которое трипсы выработали в течение многих-многих миллионов лет. Эволюции. И они на неполитые растения очень хорошо нападают. Лучше, чем на все остальные. Что может спасти вот от таких вредителей? Ну, один из самых простых методов – это соблюдение агротехники. Как я уже сказал, вот те нарушения, на которых я заострял внимание, они приводят в первую очередь и к появлению вредителей, и к появлению болезней. Поэтому основное правило – сохраняйте культуру на том уровне, на котором она должна поддерживаться. И несмотря на то, что мы имеем в своем арсенале большое количество различного рода препаратов, любое применение, как вы знаете, оно вредит в том числе и самому растению. По этой причине первое правило для того, чтобы не допустить появления вредителей и болезней на растении, это поддерживать агротехнику цикламена на должном уровне и помнить об его биологических особенностях. На этом я, наверное, завершу презентацию, хотя я могу рассказывать о цикламене достаточно много. У меня достаточно большой опыт выращивания цикламена. Но из-за того, что по времени мы лимитированы, из-за того, что, в принципе, невозможно рассказать даже в течение двух часов все информации, о которой бы я хотел с вами поделиться, поэтому на этом я прощаюсь. Я уверен, что данная презентация и данный вебинар был полезен. Ждем ваших вопросов. Будем рады на них ответить. Присылайте их на наши почты, присылайте их на WhatsApp. Большое спасибо за внимание. Рад был сегодня с вами присутствовать на этом вебинаре. До свидания. Присылайте их на наш канал. 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 Продолжение следует...